привет сегодня видео про строительные леса для строительства одноэтажного дома один раз мы уже вот сделали их по периметру сейчас покажу дом 10 на 12 у нас как помните один раз мы вот возвели их на ширину поддона то есть если евро поддон размер имеет 80 на метр двадцать вот первый раз мы подняли на 80 ну из-за того что у нас тут обратная засыпка сделанного в рай с полами пришлось немножко поставить кирпичей вот но этих лесов до конца кладки не хватит если считать кладку по облицовке вот у нас одну стену уже возвели то у нас получается 32 ряда облицовочных кирпича то есть и высоте в чистоте потом потолка будет где-то порядка трех метров 2 98 где-то в этих пределах и при такой высоте строительных лесов и недостаточно чтобы возвести кладку до конца поэтому одну сторону мы уже переделали необходимо было развернуть поддоны высотой по метр двадцать вот кирпича поддоны имеет иные размеры у них ширина метр на метр шестьдесят они и подложить керамзитные блоки и кирпичи выровняв сложности монтаже таких лесов нет необходимо поставить поддоны и сверху положить щиты но щиты распереть о стены то есть чтобы они были распёрты две смежные стены тогда они не будут разъезжаться и в принципе довольно таки леса получается такие устойчивые для укрепления чтобы вы леса не завалились вовнутрь мы поставили укосы сороковка доска ну того что есть чтобы они си не завалились вовнутрь сюда не опрокинулись вот этой высоты вот который мы возвели нам так камещик сказал на такую высоту поднять но это высота получилась довольно таки высоко неудобно подавать кирпич пришлось сооружать от типа подмостку какое-то дело чтобы туда можно было подать кирпич вот неудобно мы сейчас эти леса чтобы другие леса когда будем поднимать чтобы они были все на одном уровне мы сейчас по одному керамзитовому блоку уберем и немножко их посадим вниз вот сейчас открутим укосы уберем по одному керамзитовому блоку и она сядет и наша задача сегодня возвести вот это леса с противоположной стороны потому что каменщики ведут понедельник сегодня на суббота и начнут с подъема углов щиты у нас мы не сбивали для лесов щиты у нас остались от опалки как вы помните я говорил что они имеют двойное значение то есть сначала заливали бетон используя эти щиты потом отодрали пленку и они используются как строительные леса потом когда зальем армопояс сделаем крышу и эту доску будем использовать для обшивки чернового потолка доска 25 на 150 пойдут пойдет доска на черновой потолок то есть даже тройное значение у доски три раза будем использовать чтобы не развивались поддоны можно их как-то скрепить внизу ну из-за того что дом у нас одноэтажный высота лесов не такая уж а большая поэтому мы считаем это не целесообразно принципе вот так и леса как сейчас выстроены они довольно таки получается устойчиво леса закинутый на поддоны и сверху скреплены саморезами вся первом саморезами вот сверху закреплены на поддоны скручены сейчас по факту высота лесов от уровня пола 210 получилось много метр восемьдесят метр 85 самое то откручиваем упор теперь ничего не мешает чтобы убирать по одному кирпичу все приступно выполнили мы эту операцию по вниманию к керамзитного блок по одной из штуки с каждого упора сейчас также разопрем укосами чтобы леса не заварились и начнем приступим к заведению с противоположной стороны таких же лесов на противоположной стороне сначала откручиваем саморезы которыми был прикручен к поддонам сметаем весь вот эти вот остатки цемента керамзит кусочки сметаем потом потому что придется поднимать чтобы все это не падал на голову и будем поднимать на этой стороне длина щитов вот они так смыкаются где-то сантиметр двадцать нахлёст и но здесь до стены не хватает поэтому с краю чтобы был упор стену мы сейчас просто закрутим 25 доску тоже на саморезы другой длины тут нету чтобы новые щиты не тащить и ширина щитов забыл сказать у нас четыре доски 150-60 сантиметров где-то оптимальная ширина кончик говорят ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА